Палатки – это маркеты, изделия ручной работы, суслик замечательный к нам пришел. Они, кстати, все почти уже ушли. Сейчас из гостей на предстоящем фестивале «Небо-фест» только суслики и персонал. Кстати, о главных жителях Татышев парка. По словам организаторов, ни один суслик не пострадает. Но пока работники устанавливают шатры для будущих локаций, собирают беседки для фудкортов и главную сцену. Основная программа фестиваля посвящена авиации, поэтому не менее важная площадка для парашютистов еще в разработке. Изюминка «Небо-фест» в слове «Небо» – это, конечно, парашютный спорт. И это уникальная возможность для жителей Красноярска и для гостей столицы региональной прийти посмотреть на прыжки с парашютом прямо в центре города. Парашютисты будут приземляться в центр фестиваля. Это одна из классических дисциплин, так называемых. То есть это то направление парашютного спорта, которое вообще появилось самым первым в истории с него. Парашютный спорт, в принципе, начался. А это то самое поле, где пройдут самые зрелищные соревнования «Небо-феста». Парашютисты с высоты 1000-1200 метров должны будут приземлиться пяткой на двухрублевую монету. Здесь будут специальные матрасы с датчиком. И если он при приземлении издаст двух, мы поймем, что спортсмен попал прямо в яблочко. К слову, ведущий на церемонии награждения спортсменов будет известный спортивный комментатор Виктор Гусев. Если вы не сторонник наблюдать, а пробовать на себе, добро пожаловать на прыжки с парашютом в тандеме. Одних вас никто не пустит из соображения безопасности. А вот с инструктором – пожалуйста. 30 секунд острых ощущений над центром Красноярска вам обеспечены. Удовольствие, правда, не из дешевых – 25 тысяч рублей. Любители спорта поспокойнее ждут более 35 видов активностей. Среди них – хамрестлинг, джиу-джитсу, бокс, фитнес и даже шахматы. Основная наша миссия заключается в том, чтобы мы показали все многообразие разных видов спорта. Мы начали его, конечно, вокруг парашютного спорта, но сейчас мы объединили более 35 разных, различных, отличающихся друг от друга видов спорта. И это такой семейный спортивный день. Мне кажется, что это такая некая профориентационная история, когда дети, самое главное, приходят и начинают заниматься и заинтересовываются каким-то видом спорта. А это будущая детская зона на Небофесте. Здесь пока что только оградительные ленты, но судя по их протяженности, можно сказать, что зона будет довольно большая. И каждый маленький гость сможет весело провести время на фестивале. Волноваться за перекус тоже не стоит. По словам организаторов, на фестивале будет около 25 фудкортов. После подкрепления можно смело пойти к главной или малой сценам. Любители кей-попа и косплея, приготовьтесь. У нас будет Глеб Самойлов и Снэйк, у нас будет группа Следы, у нас будет Егор Шип, у нас будет группа Маши и Медведя. Здесь у нас будет и косплей фестиваль, и фестиваль кей-попа. В этом году мы решили в Красноярске показать, так скажем, всю мощь. То есть очень много будет мини-фестивалей на нашем Небофесте. На данный момент в Красноярске будет самый крупный косплей-фестиваль и кей-поп из всех Небофестов, что у нас были. Попасть на фестиваль Небофест можно на своей машине, общественном транспорте и шаттлах. Бесплатные маршруты будут ездить от ТЦ «Авиатор» на левом берегу и от гипермаркета «Окей» на правом. Интервал у автобусов 5 минут с 5 часов вечера до 23.00. Не забываем и о правилах. Фестиваль – зона свободная от курения и алкоголя, поэтому пить и приходить в алкогольном опьянении нельзя. Также на входе вас встретят охрана и металлоискатели. На самом Небофесте будут дежурить ЧОП и полиция. Напомню, вход абсолютно бесплатный. Начало праздника 28 июля в 12.00 на острове Татышев. Надежда Шепенева, Владимир Антонов, Новости ТВК.